Сказка Ганса Христиана Андерсона Пятеро из одного стручка В стручке сидело пять горошин Сами они были зелёные, а стручок тоже зелёный Ну, они и думали, что весь мир зелёный Так и должен был быть Стручок рос, росли горошины Они приноравливались к помещению и сидели все в ряд Солнышко свещало и пригревало стручок Дождик поливал его, и он делался всё чище, прозрачнее Горошинам было так хорошо и уютно Светло днём и темно ночью, как и следует Они всё росли и доросли И всё больше думали, сидя в стручке Что пора бы им что-то предпринять Век, что ли, нам тут сидеть Как бы нам не засохнуть от такого сиденья Сдаётся нам, есть что-то и вне нашего стручка Уж такое у нас предчувствие Говорили они Прошло несколько недель Горошины пожелтели И стручок тоже пожелтел Весь, весь мир желтеет Сказали горошины И кто бы им помешал говорить так Вдруг они почувствовали сильный толчок Стручок сорвала человеческая рука И сунула в карман к другим стручкам Ну вот, теперь скоро выпустят нас на волю Сказали горошины и стали ждать Ах, как хотелось бы мне знать Кто из нас сойдёт дальше всех Впрочем, скоро увидим Это сказала самая маленькая горошинка Будь что будет Сказала самая большая Крок Стручок лопнул И все пять горошин Выкатились на яркое солнце Они лежали на детской ладони Маленький мальчик Разглядывал их И говорил Что они как раз пригодятся ему Для стрельбы из бузинной трубочки И вот одна горошина Уже очутилась в трубочке Мальчик дунул И она вылетела Лечу! Лечу, куда хочу! Лови, кто может! Закричала она И след её Простыл А я полечу прямо на солнце Вот настоящий стрычок Как раз по мне Сказала другая И след её тоже простыл А мы куда придём Там и заснём Сказали две следующие Но мы всё же До чего-нибудь докатимся Они и правда покатились По полу Прежде чем попасть в бузинную трубочку Но всё-таки попали в неё Мы дальше всех пойдём Сказали горошины Эх, будь что будет Сказала последняя горошинка Взлетела кверху Попала на старую Деревянную крышу И закатилась в щель Как раз под окошком Чердачной коморки В щели был мох И рыхлая земля Мох укрыл горошину Так она и осталась там скрытая Но не забытая Господом Богом Будь что будет Говорила горошина А в коморке Жила бедная женщина Она ходила на подённую работу Чистила печи Пилила дрова Словом бралась за всё Что подвернётся Сил у неё было довольно Охотой работать Тоже не занимать Но из нужды Она всё-таки Не выбивалась Дома оставалась В неё единственная Дочка подросток Она была такая Худенькая Чедушная Целый год Уже лежала в постели Не жила и не умирала Эх Она уйдёт к сестрёнке Говорила мать У меня ведь их было две Тяжело было мне Кормить-то двоих Ну вот Господь Бог Поделил со мной заботу Взял одну к себе Другую-то мне хотелось бы Сохранить Да он, видно, не хочет Разлучать сестёр Заберёт и эту Но больная девочка Всё не умирала Терпеливо, смирно Лежала на день деньской В постели Пока мать была на работе Дело было весною Рано утром Перед самым уходом Матери на работу Солнышко светило Через маленькое окошко Прямо на пол Больная девочка Долго не отводила Глаз от окна Что это там зеленеет за окном? Так и колышется от ветра Мать подошла к окну И притворила его Ишь ты, сказала она Да это ж горошин пустил Роски И как она попала Сюда в щель Ну вот У тебя теперь будет Свой садик И придвинув кроватку Поближе к окну Чтобы девочка могла Полюбоваться зелёным Роском Мать ушла на работу Мама Я думаю, что я поправлюсь Сказала девочка вечером Солнышко сегодня так пригрело меня Горошенко, видишь, как славно растёт на солнышке Я тоже поправлюсь Начну вставать и выйду на солнышко Дай-то Бог Сказала мать Но не верила, что это сбудется Однако она подперла зелёный росток Подбодривший её девочку Небольшой палочкой Чтобы не сломался от ветра Потом взяла тоненькую верёвочку И один конец её прикрепила к крыше А другой привязала к верхнему краю оконной рамы За эту верёвочку побеги горошины смогут цепляться Когда станут подрастать Так и вышло Побеги заметно росли И ползли вверх по верёвочке Смотри-ка ты Да она ж скоро зацветёт Сказала женщина однажды утром И с этой минуты тоже стала надеяться И верить, что больная дочка её поправится Ей припомнилось Что девочка в последнее время говорила Как будто живее По утрам сама приподнималась на постели И долго сидела Любуюсь своим садиком Где росла одна единственная горошина А как блестели при этом её глазки Через неделю больная В первый раз встала с постели на целый час Как счастлива она была посидеть на солнышке Окошко было отворено А за окном покачивался Распустившийся белорозовый цветок Девочка высунулась в окошко И нежно поцеловала тонкие лепестки День отёд был для неё Настоящим праздником Господь сам посадил и взрастил цветочек Чтобы ободрить и порадовать тебя, милое дитя Да и меня тоже Сказала счастливая мать И улыбнулась цветочку Как ангелу небесному Ну а что другие горошины Та, что летела куда хотела Лови, дескать, кто может Попала в водосточный жёлоб Оттуда в голубинный зоб И лежала там, как и у онова чреве кита Две ленивицы ушли не дальше Их тоже проглотили голуби Значит, и они принесли немалую пользу А четвёртая, что собиралась залететь на солнце Упала в канаву И пролежала несколько недель в затклой воде Пока не распухла Как я славно раздобрела Говорила горошина Право, я скоро лопну А уж большего, я думаю, не сумела достичь ни одна горошина Я самая замечательная из всех пяти Канава была с нею вполне согласна А у окна, выходившего на крышу Стояла девочка Сияющими глазами Румяна и здоровая Она сложила руки И благодарила Бога за цветочек гороха А я всё-таки стою за мою горошину Сказала канава А вы, дорогие мои, как думаете Какая горошина из пяти Принесла больше всего пользы Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова